доброе время суток с вами программа азия большая игра я ведущий давид эйдельман а с нами в гостях по скайпу киргизский политолог талатбек масадыков здравствуйте здравствуйте насколько я знаю вы полчаса назад вышли от новоизбранного премьер-министра кыргызстана я не буду вас спрашивать о содержании речи я хочу спросить вас о том что происходит кыргызстане сейчас и в каком направлении движутся быть в кыргызстане произошел произошла попытка захвата власти скорее всего так или попытка скажем так организованная мирная манифестация которая потом определенными силами была повернута совсем в неправильном направлении и в итоге произошел как бы незаконченной попытка переворота скажем так в итоге вот люди называют ее 3 революции кто-то называет ее переворотом я думаю что большая разница с тем что произошло в 2005 2010 году потому что никто не ожидал включая тех политические те политические силы которые сами организовывали этот изначально запланированную мирную манифестацию мирную демонстрацию протеста и она вылилась и пошла совсем по другому пути поэтому сейчас говорить о том что происходит сложно потому что выборы прошли 4 числа 5 числа мирная манифестация вылилась вот непредсказуемое скажем явление потом наступил просто хаос государственные структуры оказались неспособны контролировать ситуацию в стране включая силовые структуры и в итоге получился вакуум власти на протяжении практически двух сколько там дней трех четырех дней какие-то сумасшедшие космические скорости были да поэтому вот вчера вечером как бы действующий президент страны проявился и до джембеков и появился уже было ясно что он находится в своей резиденции так как белый дом в котором находится его офис он был конечно скажем легко так скажем вот нанесли ущерб этому офису так немножко захвачен да он был захвачен был материальный ущерб нанесен в общем все пошло не совсем правильно вот в итоге он пропал он давал интервью с разных точек люди не знали его местонахождение вот и потом вот вчера вечером он проявился и уже начал давать совершенно четкие указания и принимать совершенно правильные наверное четкие решения почему потому что нельзя было оставлять страну вообще в такой ситуации вакуум власти это вообще очень опасное явление потому что повезло я скажем так что что люди все и даже политические силы они не знали что так может произойти и вот это вот показало что это произошло спонтанно даже те кто находился те силы влияния за политическими группами я думаю и они не были готовы так как я хочу вас немножко прервать когда-то фридрих энгель сказал что после любой революции люди которые добивались эти этой революции долгие годы иногда они чувствуют что произошло совершенно другая революция чем-то которые они планировали но в этом случае как мне кажется произошло то что произошла революция которую никто не планировал с другой стороны я хорошо помню я с вами летом говорил по поводу коронавируса в киргизстане и о том что властям придется заплатить за полную неспособность государства в ситуации коронавируса и вы это говорили ваш и врач из киргизстана и я это говорил то есть нельзя сказать что это революция была абсолютно непредсказуема абсолютно согласен с вами я думаю никто не ожидал даже вы знаете аналитики которые специализируются вот на наших странах как наши свои аналитики политологи так и внешне зарубежные аналитики политологи многие не верили что что-то может произойти мои личные разговоры с коллегами экспертами я им говорил что вы знаете ситуация такая непредсказуемая что просто вы не понимаете что власть настолько слаба и государственная вообще структура управления государством настолько слабо что она любое поползновение она вряд ли сможет каким-то образом вы знаете сдержать или скажем купировать все эти негативные процессы и вот это вот произошло я говорю даже именитые эксперты в соседних государствах никто не верил что что-то может произойти оно произошло и теперь вот ситуация очень сложная очень сложная ситуация для президента очень сложная ситуация для парламента вот и конечно же вот вчера был закреплен скажем проголосовали утвержден исполнительный исполняющий обязанности премьер-министра садем джапаров и ему тоже вот чрезвычайно сложно сейчас из этой ситуации выходить поэтому вот откровенно говоря мне по-человечески жалко всех вот государственных наших чиновников первых лиц которые сейчас столкнулись вот с этой реальностью что они но мне 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 уже 30 лет жалко кыргызстан как и многие другие страны центральной азии поэтому жалеть конкретно президента и премьер-министра я буду во вторую очередь сначала мне жалко народы которые живут в этих странах у меня вопрос другой талабек я очень доверяю вашему мнению как человек хорошо понимающего где сегодня находится центр власти у президента у премьер-министра или парламенте ну точно не в парламенте первые симптомы сегодняшние говорят о том что все-таки центр власти перемещается вот это вот внешнее мое наблюдение в кабинет министров и к исполняющему обязанности премьер-министра вот у президента конечно власть есть его его команда слушаться будет но он уже после того что он не смог вот в той ситуации как-то адекватно отреагировать моментально принимать правильные решения я думаю это конечно нанесло очень серьезный непоправимый такой вот знаете удар по имиджу власти и по имиджу президента а насколько силен сегодня новый премьер-министр с которым вы сейчас встречались вы знаете я бы сказал так что конечно новая власть тем более человек который был во власти работал в государственных структурах раньше он понимает что он делает во всяком случае вот внешнее проявление такое но вы знаете он достаточно мое впечатление он очень искренне говорил о проблемах которые существуют и вот искренне человек вот мое личное ощущение я никогда не занимал какую-либо сторону какой-либо политической группы я просто хочу сказать что человек в действительности мое мнение искренен был в том что он хочет решать проблемы и хочет решать как можно быстрее и у него есть такие рычаги для того чтобы это делать нет этого нет но народ ждет его окружение судя по всему ему необходимо сформировать правительство как можно быстрее естественно сегодня уже были объявлены ряд министров различных ведомств и я думаю он наверное закончит формирование процесс формирования правительства и приступит но самое важное здесь кадровая политика я думаю что вот исполняющими обязанности премьер министра ему необходимо на это обратить самое самое главное важное а откуда он будет черпать кадры где скамейка запасных вы знаете это зависит от его подхода если говорить о скамейке запасных то в стране в бешкеке вообще в стране есть люди которые давно уже можно сказать не у дел потому что принципы этих квалифицированных кадров которые могут и которые работали когда-то государственными чиновниками у них были совсем другие чем те которые находились у власти и поэтому они были как бы за бортом есть грамотные люди есть люди которым не безразлична судьба нашей страны я думаю если поработать то он вполне возможно что подберет такие кадры но сейчас сложная ситуация в чем что вот назначение и утверждение его на должность прошло в такой атмосфере что оставляет очень много открытых вопросов на которые нужны дать четкие ясные ответы населению страны народу страны понимаете без этого я думаю очень сложно будет как-то двигаться потому что сейчас вот я вчера сегодня в городе общаюсь с разными представителями политических партий просто с представителями гражданского общества у всех вопрос что произошло у одних очень негативное мнение у одних очень позитивное мнение и вот тут трудно понять вообще куда мы идем потому что народ он вообще сейчас в недоумении что произошло и что теперь делать с этим дальше куда мы идем это хороший вопрос как вы считаете вот новая власть понимает что она хочет сделать куда она идет вы знаете вот то что мы обсуждали вопросы совершенно четко было произведено что необходимо какие приоритетные задачи сейчас стоят но ведь сложно эти приоритетные задачи правильные скажем даже озвученные правильно задачи ведь притворить их в жизни сложно у нас проблемы с бюджетом у нас есть проблемы с кадрами у нас есть очень сложные взаимоотношения наверное даже с нашими партнерами стратегическими союзниками которые хотят стабильности желает стабильность нашей стране но наверное они тоже не понимают что произошло и как с этим дальше быть ну кого вы имеете ввиду Казахстан Китай Россию я думаю все все кого вы перечислили все и непосредственные соседи Россия я думаю тем более это западные наверное государства не понимают что происходит там не там а у нас я имею ввиду последний вопрос поскольку это за 15 лет третья революция чтобы вы были здоровы что называется у Кыргызстана с Украины у Кыргызстана с Украины счет 3-2 по революциям но мы видим одну вещь что революции к сожалению не устраняют тех поводов которые причин которые повели к революциям то есть олигархию коррупцию произвол властей есть ли шанс у нынешней революции что-то исправить вы знаете очень хороший вопрос на который сложно ответить это все зависит от политической воли первых лиц государства потому что к великому сожалению если первые лица государства глава государства глава правительства они не будут иметь той политической воли которая необходима для решения этих задач и борьбы вот с такими негативными явлениями то аппарат вряд ли это может сделать поэтому все зависит от них я лично познакомился с новым премьер-министром сегодня с президентом я не знаком вот поэтому наблюдая по телевизору и слушая мнения наших экспертов политологов лидеров политических групп конечно сложно скажем реальную действительно картину составить себе но нам бы хотелось и я как гражданин Кыргызстана который проживает и в стране и за рубежом мне бы как и подавляющему большинству представителей вообще народа нашего Кыргызстана всем бы хотелось чтобы политическая воля была если вот это все прошло но сейчас видите стоят вопросы что опять кворума не было вчера когда утверждали его премьер-министром что вообще это не совсем правильно по закону то есть я думаю это все займет еще наверное определенное время чтобы вопрос этот как-то прояснить и если что-то было нарушено что исправить эту ошибку а если это не нарушено то скажем прояснить совершенно четко что произошло поэтому есть мнение людей которые были там и говорят что физическое количество депутатов было меньше чем кворум должен был бы быть некоторые говорят нет было количество достаточное плюс еще были доверенности определенных депутатов но мне бы хотелось сказать что вот тут депутаты проявили себя с самой негативной стороны то есть депутаты испугались ответственности такой трудный и сложный момент депутаты испугались ответственности открыто четко заявить и проголосовать да или нет то есть те кто поддерживает поддержать и те кто не поддерживает сказать что не поддерживает по какой причине и опять депутаты показали свое лицо что вообще этот орган и подавляющее большинство депутатов вот этого шестого созыва они показали свое лицо очень и очень с плохой стороны ну смотрите еще во время французской эволюции была такая анекдот кого вы поддерживаете наших а кто в данный момент наши это те кому принадлежит власть в городе вот поэтому мне очень нравится ваше чувство юмора я понимаю что вам не до шуток я просто смотрю со стороны а я хочу сказать единственное что я желаю народу Кыргызстана чтобы эта революция была последней и чтобы удалось решить проблемы которые не были решены предыдущими революциями я желаю народу Кыргызстана адекватной власти которая не будет продавать лекарства против коронавируса в разгар эпидемии я желаю народу Кыргызстана качественно новый состав власти и качественно новых людей в ее составе ну и личное поскольку мне можно личное в моей программе сказать я желаю народу Кыргызстана таких министров как мой друг Талатбек Масадыков спасибо вам большое спасибо большое с вами была программа я хочу оказать помощь посильную помощь но советническую помощь а так у меня есть своя работа и я приехал сюда не за работой ну окей я думаю что вас уговорят если бы премьер-министр еще немножко понастаивает то может вас уговорить с вами была программа Азия большая игра и я ее ведущий Давид Ительман до свидания